Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире студия Вечерний Дмитров. Сегодня четверг, а это значит, что в ближайший час на нашем телеканале вас ждет традиционный разговор в прямом эфире. На этот раз на мои вопросы в студии и на ваши звонки по телефону будет отвечать начальник единой дежурно-диспетчерской службы района Валерий Васильевич Меньшов. Нам предстоит поговорить о деятельности такой относительно молодой службы 112 и поговорить также о взаимодействии этой службы со всеми оперативными службами района. Напоминаю, что вопросы нашему гостю вы можете задавать как по телефону 4-24-70, либо писать на наш сайт dmitrovtv.ru. Валерий Васильевич, давайте все-таки для начала обозначим круг задач, которые поставлены перед вашей службой и какими полномочиями вы обладаете. Наша служба, единая дежурно-диспетчерская служба, она работает уже в течение двух лет. С июня месяца запустили систему 112. В начале декабря прошла проверка опытной эксплуатации и служба рекомендована промышленной эксплуатации. Но для чего она нужна? Какие ее задачи? Задача следующая. Приблизить нашего гражданина, пострадавшего при том или ином происшествии, к оперативным службам, которые должны реагировать на то или иное происшествие. К системе подключены скорая помощь, пожарная, полиция, антитеррор и газовая служба. Система ЖКХ пока в эту систему не входит, но это будет следующий этап. Обещают ввести ее в систему в следующем году, во втором полугодии. Понятно. Но изначально это вы, как единая дежурно-диспетчерская служба, именно как раз по линии ЖКХ планировалось? Ну да. То есть, а получается, то предназначение, которое первоначально, оно теперь уже ушло в прошлое, что ли? Нет, почему? Остается. Значит, у нас что? На сутки заступает дежурная смена. Дежурная смена состоит из оперативного дежурного. Дежурного – это старший оперативный начальник, на ночь остается. У него есть диспетчер, который обслуживает как раз линии ЖКХ. И четыре оператора в смену. Они работают круглосуточно 24 часа. Значит, позвонить можно по любому вопросу, начиная с взрывов каких-то и кончая прорывом в канализации. Все вопросы, которые нужно экстренно решить, вы можете обращаться к нам, позвонив по телефону 112. Позвонить можно с мобильного телефона, со стационарного телефона, причем со всех этих устройств звонки бесплатные. Даже можно позвонить с телефона мобильного без сим-карты. Набирает 112 и попадает к нам. На сегодняшний день не достаются номера 01020304, но я вас прошу и рекомендую вам обращаться именно по 112. Во-первых, в некоторые службы, как, например, в полиции, очень трудно дозвониться. Вопросов много и, видимо, линия связи не срабатывает. Наш диспетчер должен взять ваш звонок в течение 8 секунд. Вот 8 секунд, если вы набрали, прошло 8 секунд, а оператор не взял, то звонок уходит в области, и мы от этого потом получаем неприятности. Мы должны среагировать быстро. В течение одной минуты оператор опрашивает вас, что случилось. Ему необходимо сказать, что случилось, где случилось, когда случилось и с кем что случилось. Не обижайтесь, когда спрашивают такие вопросы, просто оператор должен знать, какую службу подключить. Служба должна знать, какие силы и средства к вам направить и где вы находитесь. На сегодняшний день мы вынуждены спрашивать вот эти адреса. На будущее будет система определения местонахождения заявителей. Тогда, может быть, и не надо будет спрашивать, откуда кто звонит. Будет позиционирование на карте, и оператор будет видеть, где вы находитесь. Вот как случай вы помните, наверное, в Татарии, или где у нас там был, когда преследовали гражданина бандиты, и он звонит на службу 112, они не могли сразу определить, где находится, куда посылать полицию. Вот в дальнейшем, когда будет подключена система ГЛОНАСС, мы будем... Ну, это в случае, если звонок идет с мобильного телефона. И с... С национарного тоже, да? С национарного тоже самое. Хорошо. Тогда мне объясните. Вот 01-02-034. Вы говорите, невозможно дозвониться полиции. А какая разница? Вы же, по-моему, тоже... У вас какая связь существует с ними? У нас оператор имеет автоматизированное рабочее место. Перед ним стоит компьютер, где высвечивается карточка, он ее заполняет, и по соседству другой компьютер, где есть карта, о которой я говорил. В полиции, в скорой помощи и в пожарной службе тоже стоят оборудованы такие рабочие места, и между ними прямая связь. Тут не надо звонить. Нажимают они кнопку полиции, и тут же дежурный по органу внутренних дел, или диспетчер скорой помощи, или диспетчер пожарный, тут же отвечает. Ему сразу открывается тоже карточка, где заполнена фамилия и мельчество, где что случилось. Если скорая или полиция нужно какие-то подробности уточнить, потому что бригада скорой помощи выезжает, они должны знать, какие инструменты там что-то взять. Они могут задать дополнительный специфический вопрос, там, по линии медицины, или по линии... Вот. А так практически все информация принимает. Ну понятно. Хорошо. Представим ситуацию. Человек звонит в ту же самую полицию, не может дозвониться. Позвонил вам, дозвонился. Но почему не может дозвониться? Потому что дежурный по ОВД в это время принимает заявку по телефону 02. С кем-то разговаривает, и все прочее. То есть поступил ваш звонок, он того клиента бросает, начинает с вами общаться? Нет, Михаил Николаевич, у них в полиции тоже есть дежурный, есть помощник, и есть у них операторы или помощники... Ну я думаю, что у них не 4 человека сидят на телефоне, да? Наверное, сидит один, наверное. Нет, не один, там тоже, по-моему, не меньше 4 человек в сутки дежурит. Поэтому на армии сидит как раз специальный человек на автоматизированном рабочем месте и принимает, держит связь только с нашей службой. Понятно. Ну а как долго просуществует вот это параллельное существование 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 и 112? Трудно сказать, сколько она просуществует. Сейчас идут решения вопроса на правовом уровне. Как это, законно или незаконно убрать эти номера? Если их уберут, значит, будем пользоваться только системой 112. Ну я еще раз говорю, уже надо сегодня привыкать звонить на 112. Почему? Чем она облегчает вот участь пострадавшего? Ну, как пример, вот пожар. Значит, надо пожар тушить, могут быть пострадавшие, их надо оказать медицинской помощи, допустим, отключить электричество и так далее и тому подобное. Человек, попав в такую ситуацию, он растерян, он неадекватен, ему надо вспомнить все эти номера, ну, 0.1, 0.2 все знают, а, допустим, в службу МОСЭНЕРГО не всегда запомнишь номер. А здесь он набирает номер 112, и оператор подключает все службы, которые необходимы. То же самое в автодорожном происшествии. Вот сегодня прям был случай в районе Орева, было автодорожное происшествие, где водителя зажало в машине. Значит, нужно ГИБДД, нужна скорая помощь, нужны спасатели, чтобы его оттуда вырезать. Он зажат, представьте, в его ситуации, где он будет вспоминать, и как он будет звонить на все эти 3, 4 или 5 номеров. А ему достаточно 3 номера набрать, 1, 1, 2, 3 цифры, вернее. И все, оператор уже подключит все соответствующие службы, кто только там нужен. Понятно. Плюс, вот некоторые говорили, это удлиняется вот эта цепочка. Получается, что не удлиняется. Но удлиняется, она сразу удлиняется. В одном из районов, в Подольске, провели хронометрирование вот этого. Ну, сократилось время реагирования, незначительно, буквально на каких-то там пару-тройка минут. Но, тем не менее, значит, ускорение есть. А за счет чего? Видимо, ускорение за счет чего? За счет того, что в службу напрямую тяжело дозвониться. Как вы говорите, он одно происшествие принимает, второе. А здесь уже конкретно человек сидит на автоматизированном рабочем месте, и он принимает звонки только от нас. Поэтому быстрая реакция. Ну, понятно. Если человек одновременно позвонит 03 и 112, то есть он дозвонился до 03, он быстрее получит, наверное, помощь. Он же напрямую сразу звонит, без передачного звена, без вопросов. Я уж не знаю. Но вот дело в том, что как быстро он туда дозвонится, вот еще в чем весь вопрос. К нам, я еще раз повторяю, наш диспетчер должен ответить в течение 8 секунд. Хорошо. Есть первый звонок, давайте на него ответим. Слушаем вас, говорите. Алло. Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, вот у нас установлены в городе бесплатные такие вот телефоны. А вот на космонавтах стоит. Я начинаю звонить. Вот. Это я слышу, а меня не слышат. Это вот как? Куда звонить, чтобы отремонтировали? Я еще раз повторяю. Значит, мы реагируем на экстренные случаи. Вот что-то случилось. Пожар, дорожно-транспортное происшествие. Нет, ну как раз она может быть и говорила. Приступ сердца. Мы реагируем. Вот. Если у вас просто существует проблема такая, это, видимо, звонили вы где-то вчера, позавчера. Сегодня уже этого не надо. Надо обратиться просто в узел связи и решить этот вопрос. Нет, Майор Иосифович, вы не поняли вопрос. Нет, я понял. Нет, говорят, что есть бесплатные телефоны. На улицах висят. Вот по нему она не может дозвонить. Ну, это я еще раз повторяю. Это уже не мой вопрос. Я этим не ведаю. Значит, другого телефона надо позвонить. Так. Еще есть звонок, да? Нет звонка. У нас за сутки поступает от 500 до 700 звонков. Вот четыре оператора их обслуживают. Хорошо. Такой вопрос. А как формировался штат вашей службы и где сотрудники проходили обучение? Или это все очень просто? Формировался штат, но я уже сказал, что единая дежурно-диспетчерская служба, она существует уже третий год. Вот оперативные дежурные, они у нас уже были, диспетчеры были. А с июня нам дали команду, значит, подобрать людей на должности операторов. Быстро мы это сделали, но мы предвидели, уже были у нас кандидаты на эти вещи. Быстренько мы всех обзвонили, пришли, проверили, оформили и сами обучили. Сначала мы обучили моего заместителя, послали в Звенигород, и инженера по спецсвязи и оргтехнике. И они уже здесь, ну я общие вопросы доводил, и они уже технические вопросы. Мы всех операторов обучили, потом они съездили в Звенигород, сдали экзамены, получили до пуска. Да, работают у нас в основном девушки и женщины, но мужчин как-то мы не стали делать сборную солянку, решили, что женщины на это. Понятно. Нет, но служба 112, она у нас создается, ну, как прототип, может быть, европейским службам, да? Ну, видимо, да. Но там все-таки у них другие задачи стоят, то есть там решается все, и плюс ко всему, тот же самый оператор, он порой являет, ну, выполняет роль психолога, то есть объяснить, что нужно. У вас ли это люди могут? Значит, Михаил Николаевич, по психологу, значит, вот я сказал, что у нас мы берем людей, хорошо умеющих пользоваться компьютером, ну, желательно там где-то с юридическим или с педагогическим образованием, там, с высшим или средним. А в ЦОВе это центральный офис, куда идут все вызовы, вот если мы в течение 8 секунд не взяли, то он уйдет вызов к ним. Вот там есть юрист, лингвист, если гражданин не знает русского языка, есть психолог, в общем, специалисты разных категорий. То есть в экстренной ситуации вы переключаетесь туда? Если мы не можем ему дать какую-то помощь, или мы не можем понять, как он говорит на каком-то другом языке, мы переключаем в ЦОВ, там с ним специалисты уже узкого профиля говорят, объясняют, подсказывают и так далее. Вот в таком ключе работаем. То есть у вас такая задача не стоит. Хорошо, тогда такой вопрос. Вот ваша служба находится на самой окраине города. Как вообще сказано на эффективность ее работы и не значится ли в ваших планах, может быть, переезд в другое место? Ну, конечно, было бы, наверное, лучше, если бы она была в центре города. Но надо иметь в виду, что проблем в городе много, площадей, зданий не хватает. И мы благодарны Валерию Васильевичу Гаврилову, что пусть это на окраине, но здание прекрасное. У нас 34 метра операторский зал, есть комната отдыха. Поэтому, в принципе, вот обеспечение условий работы, условий отдыха прекрасное. Все мы там находимся. Единственное, у нас оперативный дежурный пока остается на улице Советской. Они как-то разведены. И вот, ну, приходится им общаться по телефону. Лучше бы, если бы там дежурный находился. Но этот вопрос решается. Почему он до сих пор не решен? Потому что есть такая вещь, как аппаратура оповещения населения. Вот селены, когда, вот вы знаете, гудят, речевая какая-то информация идет. Вот селены запускаются оттуда. Эту аппаратуру трудно как бы перенести. Но сейчас уже она в плановом порядке обновляется. Нам уже там шкафы поставили под эту аппаратуру. Сейчас ее начинку сделают. И мы переведем туда оперативного дежурного. Вся наша служба будет в компакте, вместе. Вот. И все вопросы будем решать. Ну, а отдаленность? Ну, это только вот, пожалуй, для меня минус. Мне приходится ездить то в администрацию, там, то еще куда-то. А так, операторы дежурные, они сидят на месте, у них есть средства связи. И, в принципе, вот эта отдаленность, она... Ну, график, как вы говорите, у вас пять смен, да? Да, у нас пять смен. Значит, вот заступает, еще раз повторяю, оперативный дежурный, диспетчер и четыре оператора. Вот они сутки дежурят, трое отдыхают, пять смен у нас. Понятно. Но вот в состоянии ли, допустим, ну, есть специфические службы, где тоже по суткам дежурят, но там звонков раз, два, там, три, ну, десять максимум, да? Если только что-нибудь аварийной ситуации, там может быть побольше. У вас же получается почти каждый день нагрузка, как вы сами говорите, от 450 до 550 звонков. То есть, в состоянии ли человек сутки сидеть и вот так, без отдыха, отвечать на вопросы? Отвечаю, Михаил Николаевич, на этот вопрос. Ну, во-первых, многие оперативные и экстренные службы работают вот по такому варианту. Ну, и если они будут часто меняться, то будет чехарда. Вот они заступают на сутки и, в общем-то, за эти сутки несут ответственность. Да, нагрузка большая, как я уже сказал, от 500 до 700 звонков в сутки поступает. Значит, где-то примерно 50% звонки обоснованные. Ну, бывают звонки не нашей компетенции, считается необоснованной. Обоснованные звонки – это вот то, что касается нас. Из них примерно 35% – это по линии скорой медицинской помощи, 25% – по линии полиции, 4% где-то примерно пожарная, 1% – около 1% – газовая служба, ну и остальные там разные вопросы. Вот приходится их обслуживать. Но столкнулись, вот девчонки у нас хорошие попали, мы, видимо, качественных обучили. С работы они справляются у нас редко, когда звонок уходит в область. Только когда аппаратуру что-то там сыграет, как-то сбой получится, тогда в область. Девочки справляются. Но на любом предприятии, в любом учреждении, если есть такой режим работы, то человеку положено 3 часа в сутки отдыхать. У нас есть такая возможность, о чем я уже говорил. Есть комната отдыха, есть комната приемной пищи. И когда вот вечером звонки, интенсивность их снижается, операторы, допустим, два оператора могут оставаться на армах сидеть. Они у нас сидят в наушниках, не отвлекаясь, правильно вы говорите. Никуда нельзя отлезть, вот я говорю, за 80 секунд надо принять звонок. Ну вот, когда звонки отстихают, два человека могут уйти поспать, принять, значит, пищу. Ну и в обед они там, конечно, встают в дневное время. Ну, скользящий у них обед, да, то есть по одному. Да, скользящий обед, по одному отпускают, они делают. Тяжело, согласен, тяжело, но что делать, пока справляемся. Так, хорошо. Я думаю, вот еще, когда у нас сейчас переведут, вот о чем мы с вами говорили, ЖКХ переведут, и когда отключат вот эти телефоны, то количество звонков увеличится в разы. Я думаю, что их будет уже не 500, 600, а за тысячу. Вот тогда, видимо, станет проблема какая-то еще. Пока справляемся. Так, есть звонок. Слушаем вас, говорите. Нет звонка, да? Ну, тогда вот... Я бы, Михаил Николаевич, еще хотел... Хорошо, вот есть вопрос по интернету от Алексея. Добрый вечер, прошу покомментировать следующее. В субботу выйти на лестничную клетку в подъезде, я обратил внимание на электрощит. В нем оказались обугленные провода, которые накалились до красна. Определить, какой квартир носится данная провода, не представляется возможным. Так как до ЖКХ дозвониться практически невозможно, а в субботу и подавлю, я решил позвонить по номеру 112. Мне ответил оператор. Я ей все объяснил, оставил свои координаты. Оператор перезвонил мне практически сразу и посоветовал отключить электричество. И сообщил, что бригада прибудет через час. Через 4 часа я перезвонил вновь, но ответ оператора уже был хамский, на повышенных тонах. Сегодня много заявок, ответил оператор. Я решил поинтересоваться, что весь город Дмитров обслуживает один специалист, электрик. На что получил ответ. Специалистов достаточно, а машина одна. Оператор заявил, что в течение дня специалист обязательно придет. Прошло 10 часов, а электрика так и нет. Так, когда это было? Ну, это вот говорится про субботу. Суббота? Во сколько? Трудно сказать. Трудно сказать. Суббота адрес какой? Здесь адреса нет. Значит, товарищи, вот кто прислал это сообщение, я прошу или завтра, или в понедельник позвонить. Здесь, кстати, есть электронный адрес. Можем будет написать. Ну, электронный адрес легче позвонить. Мне по телефону 42929, пока этот телефон у нас там один, еще не установлено. Я разберусь с этим случаем. Я сомневаюсь, оператор нагрубить не мог. Но, как говорят, все бывает. У нас все записывается, мы можем эту запись прокрутить и посмотреть, кто кому нагрубил. Если это действительно оператор или диспетчер нагрубили. Значит, мы разберемся и накажем. За это. Значит, ответ был неправильный. Вы не должны смотреть, ничего не должны отключать. Это не ваша обязанность. Оператор должна принять этот звонок, сообщить соответствующую службу, и они среагируют. Вот дальше, если она вам нагрубила, значит, это неправильно. Если она не нагрубила, а сказала, что сообщила соответствующую службу, то ее действие правильно. Дальше идет реакция вот этой службы, о чем я тоже говорил. Мы, наше дело передать эту информацию в экстренную службу. Дальше уже действуют они. Хотя мы не закрываем карточку, пока не отчитается. Ну и трудно от служб получить вот эти отчеты о выполненной работе. Но, тем не менее, значит, мы обязаны это делать. Хорошо. Ну, тогда я расскажу ситуацию, с которой я столкнулся. Хорошо. У нас вот за последние две недели было два раза отключение электричества, причем не на пять минут, не на десять. А первый раз, по-моему, часа полтора не было, второй чуть поменьше. Но все бы ничего, если бы наше здание отключили, а телесигнал идет практически на весь район. Хорошо, у нас есть запасные аккумуляторы, но аккумуляторы они держат три часа, не больше. Понимаете? И вот если отключится электроэнергия, я не знаю, телесигнал, я не знаю, что будет, если весь район остается без электричества. Это, знаете, я позвонил в вашу службу. Мне говорят, мы тоже сидим без электричества, когда будет, ничего не знаем. То есть перед вами что-нибудь отчитывается, примерные сроки, когда. То есть нам нужно было принимать решение, то ли мы запускаем генератор, чтобы у нас аккумуляторы не сели окончательно. Значит, понятно, ситуация, я помню, это было где-то на прошлой неделе буквально. Ну, там во всем городе. Но не везде. Кустами отключал свет, и действительно ситуация была очень сложная. Бригада МАЭСКО носилась... Нет, но они вам должны говорить, что да, в течение часа, в течение двух. Ну, извините, вот если отключается там, 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 бригада ездит, они не могут сказать, как где, они стараются исправить это, но не успевают. И наш диспетчер, даже их диспетчер не знает, когда что-то, когда они устранят, через сколько, через сколько времени устранят. Наш оператор, тем более, не знает. Ну, на мой взгляд, вашему оператору должны они сообщать, чтобы... Потому что до них дозвонить... Они сами не могут, не могут решить. Ну, неизвестно, какая авария. Одно дело, провод один оборвался, его быстренько нашли, скрутили или заменили. Другой раз, когда вот идет снег налить, рвутся в одном месте, падают столбы, падают деревья. Ну, кто может сказать, за сколько могут делать? Это можно сказать, за сколько вот я в эту воду выпью. И то. И еще вот на эту тему, значит, мы пока не обладаем, у нас нет властных полномочий, воздействия... Я ко всему это веду. Да, на оперативные службы. Получается, вы просто, ну, передаточное звено? Нет, мы передаточное звено, и мы берем на контроль, но мы не можем... Вот, допустим, мы передали что-то в полицию, они сказали, да, мы направили наряд, но мы не можем проконтролировать, направили или нет. Вот вступит в строй системы ГЛОНАСС, это вот как за рубежом, и мы будем видеть, есть в полиции машина, которую можно послать или нету, поехала она или не поехала, то же самое скорая, то же самое пожарная. Мы уже будем владеть ситуацией, у нас есть всякая информация. К чему веду диалог? К тому, что мы создаем на основе вот то, что как в Европе, но там служба 112, если поступил сигнал, она едет и все устраняет сама, она никуда не звонит, у нее есть... Нет, она сама не едет, у них тоже экстренные службы, но дело в том, что за рубежом, вот у системы 112, у них есть властные полномочия, они могут контролировать. Мы пока вот властных полномочий не имеем. Может быть, вот в процессе дальнейшей эксплуатации, вопрос, они вот встают эти, мы их будем докладывать, может, будут как-то решать. Но пока мы в приказном порядке и не можем послать. И более того, вот у меня был такой случай, я в прошлый раз уже говорил, я возвращался со стороны Москвы, и мне оперативный дежурный докладывает. Вот в Яхраме на улице Ленина нет воды. Я спрашиваю его, звонили в водоканал? Да, звонил. Сказали, что послали, а уже прошло два часа. Послали экскаватор, он копал. Ну это то же самое, как молодой человек, он написал, понимаете? Будут делать завтра, закажут большой экскаватор. Я как раз проезжал Яхраму, заезжая туда, смотрю, там даже лопатой никто не копал. А проконтролируйте, у меня сидит один дежурный, вот они, девчонки, никого нет. Была бы у меня оперативная группа, или хотя бы была бы у нас машина. Я бы сам выезжал на происшествие, потому что я работаю в полиции, привык к происшествиям, я бы мог сам выезжать и контролировать вот такие, ну наиболее, конечно, не по каждому, но наиболее сложные вопросы. Так, хорошо, есть звонок, слушаем вас, говорите. Алло. Да-да. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ольга, я хотела вам сказать, что ваша служба вообще не работает. Чтобы вызвать милицию, либо скорую, нужно представиться, дать паспортные данные. Вот, это у нас в Дмитрове. Не совсем понял. Что вы не поняли лично? Вы набираете номер 112, вас спрашивают. Да, да, мне говорят, как вас зовут, надо представиться. А ситуация такая, что вы не можете представиться, да, у вас, ну, кризис, грубо говоря. Вот, и вам нужны паспортные данные, там... Паспортные данные нам не нужны. Зеленник вот этот маленький, ну, вы поняли, нет, да? Еще раз повторяю. Значит, вы набираете номер 112. Диспетчер поднимает, ну, образно говоря, трубку и представляется. Диспетчер ЕДС Дмитрова такая-то. И начинает вас спрашивать, кто звонит. Вы говорите, там, Иванова. Для чего это нужно? Нужна обратная связь. Мы должны выяснить вопросы и в необходимых случаях вам позвонить. Поэтому спрашивают вашу фамилию, спрашивают номер телефона вашего, если он у вас есть. Что случилось, где случилось и когда. Больше никаких паспортных данных, никаких ваших дней рождения и юбилеев нам ничего не надо. Нам нужно только звонить, как ваша фамилия, телефон, как вас зовут, ваш телефон и конкретно что случилось. Я еще раз повторяю, для того, чтобы знать, какую помощь вам оказать. И куда, если вдруг, вот, поехала скорая, не могут найти, где вы там находитесь. Они могут перезвонить вам по этому телефону, и вы им там подскажете, куда ехать или где вы их ждете. И потом, если какие-то вопросы, мы можем вам перезвонить и сказать вот то-то, то-то, то-то. Это только для вас. Нам ваши данные не нужны. Валерий Васильевич, а знаете ли вот такой нюанс, что, например, если я набираю сценарному московскому телефону 112, то я попадаю не к вам, а попадаю в Долгопрудный. Откуда вы набираете? Ну, с московского телефона. С московского телефона, может быть. Дело в том, что вы можете попасть, ну, вот, если вы будете звонить с Рогачева или с Некрасовского, вы можете попасть, допустим, или в Солнечногорск, или в Мытище. Ну, это редко бывает, но бывает. И наоборот. Нет, с московского телефона, я только раз не звонил, я все время попадаю в Долгопрудный. Ну, московский телефон, значит, система срабатывает. Но дело в том, что если вы попадете в Долгопрудный, все равно этот звонок переадресуют к нам, и вы попадете к нам. Ну, а почему это, в принципе, как это? Ну, это техническая сторона, вот, допустим, ну, с московского телефона тонкости я не могу объяснить, а вот с мобильных телефонов у сотовых операторов стоят вышки. Вышка охватывает, ну, допустим, вот этот кабинет. Соседний кабинет уже другая вышка берет. И иногда вот получается накладка с района на район. Москва к нам часто попадает. Ну, переключите, переключите, они мне не предлагали вас переключить. Они говорят, какой вопрос, мы перезвоним им, сообщим. Да, вы говорите... То есть, они напрямую переключить не могут? А не надо. Не надо. Они записывают, вот, заполняют эту карточку, ее нам передают, и мы направляем соответствующую службу. Если что-то непонятно, то мы сами вам перезвоним. Хорошо. Есть еще звонок. Слушаем вас, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела бы... Меня зовут Екатерина Ивановна Елисеева. Я хочу поблагодарить службу, вот эту ЕДДС. Она работает великолепно. В течение двух лет, неоднократно, по разным вопросам, звоня, всегда оперативно выслушают. Тут, по-моему, где-то осенью или летом, нет, скорее всего, осенью, где-то в октябре, вся оборонка была в темноте, страсть господняя, все люди ходили, ничего не видно было. Они оперативно этот вопрос решили. А по поводу того, что света не было, да, на той неделе было ЧП, так сказать, природные явления, и во многих местах не было света, и Маркова не было, и не было света в церкви Сретенской, в Радуге, в Русском доме, где дети занимаются. Света не было никакого ЧП, никаких, так сказать, накладок, и чтоб люди возмущались. Да, это стихийное явление природы. И все было нормально, так что эта служба работает великолепно. И мы, в общем, низкий им поклон. Понятно, спасибо. Спасибо за звонок. Я даже покраснел немножко от этой хвальбы. Служба работает не исключительно. Надо сказать, что сбои у нас есть и по системе. Сбои есть и по работе самих операторов. Люди бывают разные. Звонки бывают тоже разные. Иногда просто выносят мозги невыносимые. Люди неадекватные. Все это может присутствовать. Мы с этим боремся, стараемся людям помочь. Но иногда бывают вот такие сбои. Поэтому спасибо за звонок. Но я хочу услышать звонки вот как раз о негативе. Кто скажет спасибо, ему тоже спасибо. Но мне бы хотелось услышать вот как раз недостатки. Для чего надо? Для того, чтобы я мог работать дальше над этим вопросом. Совершенствовать какую-то работу. Потому что мы только начали. Мы еще учимся. Еще раз повторяю, аппаратура дает сбои. Все может быть. Но мы изо всех сил стараемся вам помочь. Поэтому задавайте вопросы сейчас. Звоните мне, когда что-то у вас случается. Будем принимать меры. Это человеческий фактор. Хорошо. Валерий Сеевич, ну вы отчасти уже коснулись статистики обращения. Но все-таки нельзя, может быть, подробнее. То есть с какими проблемами чаще всего обращаются граждане? Ну вот я вам еще раз повторяю. Значит, у нас приходит 500-700 звонков на систему. 50 где-то процентов обоснованных. Из них 35 скорая, 25 милиция, 4 пожарная и 1 процент... То есть 50 процентов звонков вообще не обоснованных? Да, 50 процентов звонков не обоснованных. Значит... А что значит не обоснованных? Ну я сейчас поясню. Допустим, много звонков идут справочных. Я хочу вот как раз об этом поговорить. Много идут звонков справочных. Скажите, как позвонить вот туда-то, туда-то. Или вопросы не касающиеся. Вот, допустим, где-то чего-то случилось. Но случилось вчера, позавчера. И какая-то служба там, допустим, администрации поселения. Или там тоже Мосэнерго, или кто угодно, может быть, я лично, не приняли меры. И вот как бы жалоба к нам поступает. Мы жалобы не разбираем. Мы доводим, конечно, мы пишем... Да, мы пишем сводки главе администрации и замам, курирующим те или иные вопросы. Но жалобы мы не принимаем. Справочные звонки мы не обслуживаем. Много идет хулиганских звонков. Вы знаете, звонят с такой нецелезурщиной, с такими угрозами. Просто, ну, невыносимо. Значит, я уже сказал, что можно позвонить с телефона без сим-карты. И что получается? Значит, дают детям старые телефоны, ну, в качестве игрушки. И ребенок начинает там щелкать. И случайно попадает вот на сочетание цифр 1, 1, 2. Этот звонок приходит к нам. И этот ребеночек начинает там что-то мямлить. Мы не можем бросить, вдруг у него действительно что-то такое. И мы начинаем выяснять, что, как. А он там непонятно что-то. И вот мы тратим время. Время очень дорогое. Дело не в том даже, что вот мы 500 звонков обслуживаем, нам тяжело. Дело в том, что он опять занимает линию. Этот хулиган или ребенок, или вот человек, который звонит не по профилю нашему непонятному. Значит, вот эти 50, вот представьте, 50, половина звонков вот не на нашу тему. Значит, оператор отвлекается. И мы можем где-то действительно не помочь кому-то, попавшим в действительно очень сложную ситуацию. Уделив внимание, потому что мы не можем просто отбросить человека. Вы нам не нужны, до свидания. А у вас все разговоры пишутся, да? Все разговоры пишутся. Поэтому вот если есть такие вопросы, конкретика. Значит, Валерий Васильевич, вот в субботу во столько часов звонили, вот так-так мне ответили. Мы можем пригласить вас. Включаем и прослушаем, кто чего сказал. Есть запись, можем справку сделать. Ну вот если телезритель действительно, который звонил по поводу электроэнергии. Пусть он мне перезвонит, я разберусь. Пускай сообщит нам, когда это было. Так, есть звонок. Слушаем вас, говорите. Алло. Да-да. Добрый вечер. Здравствуйте. Я бы хотел, как житель города Дмитрова, значит, поблагодарить Валерия Васильевича за то, что он руководит данной службой. Конечно, служба, она непростая. У Валерия Васильевича, конечно, много надо терпения. Ну и вот сижу, слушаю передачу. Конечно, у наших жителей нет терпения. То есть зачастую происходит то, что можно было подождать, можно было как бы потерпеть. Всем дай, вы не подай. Поэтому, Валерий Васильевич, наберись терпения. Как бы самое главное, чтобы было здоровья тебе, подчиненному вашему коллективу. И всего вам хорошего. С наступающим Новым годом. Спасибо за звонок. В какой-то мере вы правы, но и в то же время я вот своим подчиненным прививаю такие вещи, что попадая в беду, человек может быть неадекватен. И не надо на него обижаться. Если он действительно, у него там ЧП страшное, и если он там какое-то грубое слово сказал, я говорю операторам, терпите, ребята, вы пришли работать. Я вам сразу объяснял, что вас ждет. Нужно терпение, нужна выдержка, нужны крепкие нервы. Поэтому, ну, обидно, конечно, но надо понимать людей, попавших в беду. Поэтому спасибо вам за звонок. Но в то же время, вот я говорю, мы не обижаемся на такие вещи. Хорошо. Когда хулиган звонит, да, это уже обидно. Валерий Алексеевич, ну вот, а не могли бы вы остановиться на статистике по оперативности реагирования на ваше обращение? Я имею в виду службы. И в первую очередь, может быть, как раз жилищно-коммунальные. Потому что, я думаю, что все-таки по оперативности пожарной охраны, скорой помощи, полиции, наверное, гораздо меньше вопросов. А вот по оперативности устранения аварийных ситуаций в сфере ЖКХ, наверное, все-таки есть проблемы. Есть проблемы и в ЖКХ, и в полиции, и в скорой помощи. Значит, проблемы какие? Ну вот, допустим, по скорой помощи. У нас пять подстанций скорой помощи. И это не им упрек. Вот Ирина Александровна, Едуша, главный врач скорой помощи, мы с ней вместе, в общем-то, эту систему вводили, как бы, вот, два коллеги, близко контактировали. Она много вложила труда в это дело, но очень трудно. У них немножко другая система, они не состыкуются с нашим. То есть программы разные у вас отчетности? Да, программы разные. Вот там сейчас принимали меры, как-то их немножко сблизить, вот, разные. Потом проблемы у нее, вот, на подстанциях, там, допустим, Некрасовские, Рогачевские. Там, ну, некому работать, берут они бабушек. Бабушки иногда на компьютерах работать не умеют, иногда приходится даже в телефонном режиме работать. Ну, с Ириной Александровной договорились, она говорит, если малейшее что-то сбои там не дозволите, центральная скорая должна обслужить. Или, значит, там решить вопрос с той подстанцией, или, в конце концов, направить отсюда скорую помощь. Вот. Более того, еще я немножко отклонюсь от этого. Значит, еще что? Вот, когда мы говорили, звонки с других районов приходят. Значит, вот, допустим, на границе нашего района и Клинского района кому-то человека плохо. Ну, там вот есть бани на деревне. Кто должен выезжать? На самой границе. Так случилось, что Рогачевская скорая помощь занята. Отсюда ехать 30 километров. А, допустим, в Клину, в каком-то там вот на центральной усадьбе какого-то совхоза в 5 километрах, есть станции скорой помощи. Есть такое указание Минздрава. Мы можем их подключить, чтобы они быстренько выехали. Вот сейчас у нас часто мы контактируем с Лобней. Вот они в Азерецкой выезжали. Сейчас в Азерецкой там создается тоже подстанция. А так вот очень сложно было туда ехать. Мы привлекали Лобню. Вот. Такие вещи. Теперь... По оперативности. По оперативности, да. По оперативности. Ну, все бывает. Я вот привел вам пример по яхрами. Доложили. Главное не то, что даже вот... Ну, врать-то зачем? Ну, выехали, но не получилось. Значит, что-то нет бригады или что-то. Скажите правду. Нет. Мы вот котлованы раскопали, ковш не достает. Завтра будем делать. Вот если бы я не заехал, не знал бы. Есть такие вещи. Ну, а что касается полиции. То есть вот каждый прямой человек, когда приходят сюда начальники, звонков визжал достаточно много. Мне неудобно... Вам как бывшему полицейскому, да? Как бывшему начальнику. Да и не как бывшему начальнику. Ну, как говорят, вот я был хороший, а вы сейчас плохие. Я так не могу сказать. Ну, вопросы есть. Наверное, зависит не от руководства полиции, а от сегодняшней ситуации и вообще отношения людей к тем или иным случаям. Есть много вопросов. Вот, допустим, наши девочки звонят, а он говорит, а дежурный отвечает. Хотя я уже говорил, что у них сидит на армии специальный человек. Но дежурный взял и говорит, мне не до вас. Вот, пожалуйста. Значит, получилось, человек захлопнул там дверь, не может войти. Звонят нам. Мы вызываем, направляем туда спасатели, они там скрывают замок. Но мы не можем, там должны присутствовать... Сотрудники. Сотрудники полиции, особенно если, там, говорят, что ребенок закрылся, там, или вода течет из-под двери, а хозяев нет, нам нужно присутствовать в полиции. Мы звоним, иногда такие вещи бывают. Но я должен сказать, что когда... Ну, это и мои могут ошибиться, и их, наверное, как говорят, в семье не без урода, или, может быть, что-то не сработало. Я обращаюсь к руководству. Реакция тут же этих людей. Так же, как я говорю, что если мне позвонят, что-то наделают, я буду наказывать. Так же Осипенков и Демидов принимают меры. Ну, они родивые люди, они везде есть. По скорой помощи, еще раз повторяю, вот Ирина Александровна, душа человек, она говорит, Валерий Васильевич, звони по любому вопросу, если мои что-то неправильно делают. Более того, говорит, даже пусть неправильно поступили, оператор мне позвонит рабочее время, я приму меру и... Понятно. Нет, ну я говорю, что... То есть вы все сводите к тому, что как реагируют оперативные службы. Да они всегда нормально более-менее. Ну, есть задержки, но они все равно приезжают. Скорая помощь приезжает, как только освобождается машина, приезжает. Пожарные тоже самое. Вот. А что касается предприятий ЖКХ, то есть насколько они оперативно реагируют? Ну, они оперативно реагируют точно так же, как все остальные экстренные службы. Во всех есть, работает служба, все работает. Да, во всех работает служба, но есть проблемы. Вот, допустим, мы недавно собирали, Валерий Павлович Лазовский проводил это совещание. Вот ТСЖ. Дом сдали, товариство собственников жилья. Они ни с кем договора не заключили. Их никто, сети свои не передали никому. Что-то случается, и мы стучим лбом в стенку. Некого направить. Водоканал их не обслуживает, электросети их не обслуживают, потому что договора нет. Они не хотят заключать. Но требуют, вот, давай им и все. Вот почему-то в Турции землетрясение было, туда самолет послали, а почему к нам вертолет не присылают? Ну, потому что вы сами неправильно себя ведете, заключите договор. Есть много бескозных сетей, тоже приходится искать. Вот у нас на территории бывшей войсковой части, с городка, два раза в месяц канализация течет, никому она не нужна, никто ее не обслуживает. Ну, приходится администрации, руководству нашего города, как говорят, ломать через коленку, кого-то там службы посылать, и они бесплатно это делают. А Министерство обороны вот бросило этот объект, пожалуйста, и все. Вот тоже такие вопросы есть. Хорошо, Валерий Алексеевич, но вот по соседству с вами в одном здании находится и отряд «Дмитров спас», который призван выезжать по мере необходимости на крупные автоаварии, либо другие чрезвычайные пришествия. Вот насколько полезно это соседство? Ну, соседство вообще это хорошо, когда работают все вместе, локоть в локоть, рука. С рукой, то все это хорошо. Ну, я честно скажу, они как бы вот в это здание первые въехали, мы туда вторые, и первое время была какая-то, ну, зависть или чего-то. Вот, были у нас небольшие даже трени, я могу сказать. Но сейчас вроде все наладилось, все прекрасно. Ребята-спасатели очень хорошие, безотказные, выезжают на любой случай. Даже вот, если мы берем областных спасателей, там наше, не наше, эти ребята выскакивают по первому вызову, реагируют, наши девочки с ними, вот как раз близость, почему они там встречаются, видят, они знают друг друга в лицо и по имени, и взаимодействие просто отличное. Вот летом был случай в Шелепино, мужчина-болгарка себе распилил руку. Так наши спасатели выехали быстрее в скорую помощь. Они уже там ему переезжали, кровь остановили, погрузили в машину, и уже в районе где-то канал строя встретили идущую скорую помощь туда, передали этого больной. Вот так вот работает. Ребята-спасатели изумительные, они хорошо подготовлены. Вот у них есть старший спасатель Малов, он, как говорят, собаку съел на этом, очень разбирается, квалифицированный товарищ, он с них спрашивает, учит. Ну и руководство Волков Виктор Дмитриевич тоже, он бывший военный, принципиальный мужик, вот так действует четко, зам у него хороший. У меня, ребята, два заместителя. В общем, у нас вопросов нет, а соседство очень положено. То есть они оснащены всем необходимым? Ну, это немножко немой вопрос, хотя я его знаю. У них все практически есть. Они могут делать все, что угодно. Единственное, чего хотелось бы, в первую очередь, чтобы у них были водолазы. У нас есть в районе водолазный костюм, но они пока по СО-12 находятся, а у нас, как таковых, водолазов нет. А для района проблема у водолазов очень серьезная. Второй вопрос. Ну, это немножко сложнее, потому что водолаз одно, а вот много обнаруживается боеприпасов со времен Великой Отечественной войны. То есть саперы нужны, да? Саперы нужны, взрывники. У них тоже такого специалиста нет. Это очень-очень нужно. Ну, а саперы, наверное, они всего там, не знаю, сколько человек на всю область, наверное, специально. Ну, вот трудно. В Загорске есть по линии МВД, в Нарофоминске есть. И вот, когда что-то случается, нам целая проблема добиться. То есть, бывает, сутками ждете, когда приедет? Да, бывает, двое-трое суток ждем, пока ликвидируют эту гранату. Вот где-нибудь деревню обнаружат. И что сложно, полиция должна выставить охрану. Вот выставляют полиции милиционеров туда, и вот они трое сутки дежурят. А там ведь в поле где-нибудь обнаружат. Ты же не можешь круглосутки зимой милиционер стоять. Приходится смены делать, машины дежурные посылать. Это все трата времени. И вот трое суток они охраняют. И мы дергаемся, они дергаются. Ну, и, соответственно, как бы опасно ведь этот предмет, раз обнаружили, его надо ликвидировать. Ну, судя по звонкам, особо жалоб-то нету. А тем не менее, вы, как вы заметили, сказали, что звоните и говорите, в чем мы недорабатываем. А как вы сами считаете, в чем вы недорабатываете? Какие у вас есть проблемы? Ну, я уже сказал, какие проблемы. Это человеческий фактор. Я говорю, вот мы их муштруем, штудируем, добиваемся, чтобы они четко, вовремя отвечали, представлялись. Но, еще раз повторяю, человеческий фактор. У кого-то сбой, кто-то устал, кого-то довели там. Бывает, девчонок доводят до слез. Поэтому могут быть такие вопросы. И чтобы их не допустить в дальнейшем, я или кто-то с моих замов должны знать. Мы проводим соответствующие беседы, если это неумышленное что-то. Если это серьезная какая-то вещь, мы наказываем. То же самое по службам. Мы взаимодействуем с руководством. Если что-то не так, мы принимаем меры к устранению. Все вопросы, которые хотелось задать, я их задал. Телезрители, по-моему, тоже удовлетворны в вашем сообщении. Может быть, что-то мы упустили? Ну, я не знаю, что еще сказать. Из того, что вы хотели сказать. Я хотел еще раз вот сказать. Не игнорируйте. Не надо искать никакие телефоны. Не надо. Ну, вы можете, конечно, позвонить по 01, по 02, 03. Но привыкайте. Когда-то их не будет. Давайте уже сейчас привыкать к тому, что мы звоним по 112. На любую тему. Только тема должна быть экстренная. Что-то случилось. Вот надо вмешаться вот сейчас. Ликвидировать это авария и это происшествие. Что было неделю назад. Вот у нас, допустим, звонят там. Ну, допустим, не очень хорошо греют батареи. Но это не смертельно. Если вы неделю сидели, вам прохладно было. Не умерли. Наверное, еще не умрете. Ну, 010, 02, 03, 04 люди помнят. Надо в рабочем порядке идти туда в службу. Телефон диспетчерской домоправления. Горгазы. Это сложно. Значит, еще, что вы говорили, какие вопросы есть. Иногда наши, даже не операторы, а старые диспетчеры допускают такую вещь. Вот набирают телефон. Она, да, там, оператор. Вот у меня тот случился. А вы в домоуправление звонили, а вы вот туда-то звонили. Меня это просто бесит. Если я слышу такие вещи, я со страшной силой с ними разбираюсь. Не должно быть. Вот я работал в полиции, я говорил, что мы ничего не производим. Мы не сеем, мы не пашем, мы не делаем машины, мы не строим дома. Значит, мы обслуживаем население. Они нас обрабатывают, они нас кормят. Поэтому мы должны обеспечить им нормальные условия для работы и отдыха. Также здесь я им говорю, девочки, чтобы не было... Люди запомнили, я не хочу помнить номер телефона МОСНР. Правильно, не надо. Запомнили 112, звоните. Если экстренная помощь нужна, мы организуем эту экстренную помощь. Хорошо. Валерий Алексеевич, ну, время пролетело, звонки были. Еще, может быть, какое-то сообщение, пожелание будет? Ну, пожелание Новый год приближается. Я с удовольствием вас, дорогие дмитровчане, поздравляю с наступающим годом. Хочу, чтобы у вас не было никаких происшествий, никаких аварий, никаких отключений. Ничего не было. Ну, а если все-таки это случится, мы постараемся вам помочь. Еще раз повторяю, ошибки у нас еще есть, мы тоже учимся. Поэтому звоните, говорите, будем принимать меры, будем устранять недостатки. И постараемся вас обслуживать как более лучше, с каждым разом, с каждым днем. Всего вам самого доброго, личного, семейного счастья, благополучия. Хорошо. Что ж, этими добрыми пожеланиями мы завершаем наш сегодняшний эфир. Я напоминаю, что в гостях у нас сегодня был начальник единой дежурно-диспетчерской службы Дмитровского района, Валерий Алексеевич Меньшов. От вашего вене я благодарю моего собеседника, успехов в вашей столь необходимой посредневной работе, чтобы как можно меньше было звонков неадекватных, не по делу, и чтобы как можно реже возникали наши аварийные ситуации, и чтобы Новый год мы пережили без каких-либо потрясений. Спасибо, Михаил Николаевич. Мы с вами прощаемся ровно на неделю. В следующий четверг гостем студии станет глава Дмитровского муниципального района Валерий Алексеевич Гаврилов. На сегодня все, до свидания, до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!